В продолжение темы появления в округе школы восьмого вида особенно ждут родители детей с ограниченными возможностями. Сейчас решается вопрос с местом, где должно разместиться специализированное учебное заведение для особенных ребят. Родители детей-инвалидов не теряют надежды. На этой неделе они уже встречались с руководителем администрации главой города о мечтах и планах Ольга Донченко. Давай, как мы считаем? Покажем. Один. Дальше. 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 Четыре. Дальше. Пять. Даниил Буданов – один из особенных детей, которому необходимо комплексное обучение. У мальчика гидроцефалия, простыми словами, нарушение нормального развития головного мозга, связанное с чрезмерным накоплением в нем жидкости. Из-за этого у Даника есть нарушение вестибулярного аппарата, а также задержка речи. На сегодняшний день единственное, что хоть как-то помогает родителям развивать ребенка – это занятие в Центре Вера. Нужна ли действительно такая школа? Конечно. Конечно. Потому что мы, скажи, только учимся считать. Да, как ты нас считаешь? Покажи. Дальше. Дальше. Да. Да. А скажи, читать-то мы не можем пока. Скажи, буква, конечно, нужна. А как же? А потом для жизни. Как он потом будет у нас? Все дело в том, что кроме Веры у детей ничего нет в прямом и переносном смыслах. Специализированных учреждений нет ни в Химках, ни во всем Подмосковье. А в Москве подобное обучение исключительно платное. Поэтому школу восьмого вида, которую должны открыть на месте Института бизнеса, психологии и управления, родители действительно ждут с нетерпением. Да необходима школа, потому что вот они ходят у нас, скажи, занятия нужны, да, чтобы развивался, скажи, сад не берут. Ну, ему и сложно саду, опять же, надо индивидуально тогда, ну, как бы вот. И таких детишек, скажи, много. Скажи, а так бы мы учились. А это Дима Мерзляков, еще один воспитанник Веры. У юноши ранний детский аутизм. Занятия в центре под спорье для его мамы Илларии, которая по большей части занимается с сыном сама. Но здесь необходим комплексный подход, уверена женщина. Так как мы посещаем сейчас общеобразовательную школу, мы просто, ну, грубо говоря, общеобразовательную программу не тянем. Потому что задержка речи, она не позволяет ребенку комплексно получить, ну, образование. К слову, открытие школы восьмого вида в Химках только на сегодняшний день ждут порядка 50 детей. Такое учебное заведение для этих ребят станет настоящей путевкой в жизнь. Ольга Донченко, Олег Мелехов, Служба новостей.